И сегодня же Владимир Путин встретился в Кремле с мэром столицы. Речь зашла о результатах пяти лет работы Сергея Собянина на этом посту. Говорили и о планах. Антон Верницкий с подробностями. В октябре 2010-го Московская городская дума утвердила Сергея Собянина в должности мэра столицы. За это время была проделана огромная работа по улучшению жизни в крупнейшем мегаполисе нашей страны. Одни перемены москвичи отмечали особенно, а других говорили как о само собой разумеющихся. Но то, что жизнь в столице действительно изменилась за последние пять лет, не спорит никто. Хотел бы вас поблагодарить за проделанную работу в течение этих пяти лет. Ну и вопросов, как всегда, в таких случаях много. Давайте поговорим по всем аспектам того, что происходит в Москве. По тем вопросам, которые удалось решить, те, которые еще предстоит решать. Конечно, нужно говорить о наиболее чувствительных сферах жизнедеятельности этого сложного организма. О том, как работа ваша и вашей команды сказывается на благополучии москвичей. За пять лет, конечно, удалось немало сделать. Улучшился работа общественного транспорта. Введены десятки километров метрополитена. Построено около 400 километров новых дорог, развязок, эстакад. И впервые за последние 20 лет тренд на ухудшение транспортных ситуаций изменился на улучшение. Следующая остановка – город-герой Москва. От одного из московских районов Зеленограда до Ленинградского вокзала всего за 25 минут, а не за час, как было раньше. Новый скоростной железнодорожный маршрут. На этот вид транспорта московские власти возлагают большие надежды. Малое кольцо Московской железной дороги, или сокращенно МКЖД. По сути, наземное метро. Большинство станций уже почти готовы. Всего запланировано построить 31 пересадочный узел с удобными стыковками, с метрополитеном привычным, тем, что под землей. В итоге 300 миллионов пассажиров в год. Интервалы между поездами не больше 6 минут. Та же история и с автобусами. Хорошо, честное слово. Настолько продумано, как-то состыковано все. С одного транспорта можно пересесть на другой. Нам это с подростком особенно ощутимо. Собственно, и метро в последнее время развивается такими темпами, как это было в далеких уже 30-х годах прошлого века. Ударно. За последние 5 лет 18 новых станций, больше 30 километров линий, еще 35 станций строятся. К 2020-му столичные власти обещают, 93% жителей города окажутся в шаговой доступности от станций подземки. А это то, к чему уже в Москве привыкли и даже иногда ворчат, если бывают сбои. Информационное табло на остановках. Автобусы ходят строго по расписанию. За этим следит спутниковая система. Причем движутся они даже быстрее, чем автомобили. Выделенные полосы, поначалу в штыки, принятые автомобилистами, за эти годы себя оправдали. Общая скорость в Москве выросла почти на 15%. Построено 400 километров дорог и больше, только вдумайтесь в эту цифру, 100 развязок, тоннелей и эстакад. Среди них самая длинная в Европе городская эстакада на Можайском шоссе, Бусиновская развязка на МКАДе, на пересечении Профсоюзной улицы, Велоколамке. Вот-вот откроется развязка Ленинского проспекта с кольцевой автодорогой. Очень много времени экономлю, работаю сам в центре Москвы на охотном ряду, поэтому сейчас время, которое я добираюсь от дома из Одинцова до работы, сократилось до 40 минут, вместо двух часов, которые тратил обычный. Или вот, мало кто вспомнит, что еще пять лет назад Москва была буквально облеплена рекламой. Перетяжки, баннеры, огромные логотипы, закрывающие вид на город. Сейчас ничего этого не осталось, столица очищена. Что же касается социальной сферы, то, несмотря на экономические сложности, столица выполняет все свои обязательства и перед пенсионерами, и перед малообеспеченными семьями, и перед инвалидами. Более того, предполагаем в следующем году, в феврале, в марте, также хотя бы немного, но проиндексировать социальные пособия. Указы, как у вас выполняется? Мы идем по графику, что касается заработной платы. В образовании увеличилась заработная плата учителя, почему увеличилась существенно. Средняя заработная плата уже перевалила за 70 тысяч. Что касается качественных показателей, к примеру, в том же здравоохранении, практически все указные позиции выполнили. Электронная запись к врачу позволила избегать очередей в поликлиниках, а созданная инфарктная сеть втрое сократит смертность от болезни сердца. И при этом в Москве сохраняется высокая рождаемость, которая превышает уровень смертности, вопреки прогнозам социологов, ожидавших так называемую демографическую яму. А скорая помощь теперь доезжает до больного в два раза быстрее. Вот статистика. В 2010-м до места аварии в среднем она ехала 16 минут, сегодня 8. Интернет-портал «Активный гражданин» практически моментально позволил решать вопросы, которые прежде могли не решаться вовсе. Но как было уговорить ЖЭК поменять лампочку в подъезде или убрать во дворе снег? Несколько нажатий клавиш на компьютере, не выходя из дома, и реакция управляющих компаний молниеносная. Испытано на себе. В целом показатели хорошие. Прошу вас на ближайшее и последующее время не снижать накалы этой работы напряженной. В интересах москвичей, в интересах людей, которые живут в Москве, любят ее и ждут от вас и от вашей команды эффективной работы. Спасибо. Должность мэра Москвы и вообще статус столицы – это, конечно, почетно, но очень ответственно. И еще. Это спутниковые снимки вечерней Москвы последних лет. Хорошо видно, что за эти годы столица по вечерам стала к тому же и заметно светлее. Антон Верницкий, Кирилл Зотов, Сергей Валетов. Первый канал.